Добрый день, друзья! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции рукосовещая. Боль задней поверхности груди и лопаток. Очень противная боль. Многие люди жалуются на такую боль. И многие хотят залезть и прямо пощекотать, либо почесать эту боль. Почему? Потому что она и не снаружи, не с задней поверхности. Ну, никак до нее что? Не долезешь. Никак ее, скажем так, не погладишь эту боль. Не промассажируешь. Почему? Потому что она внутри. Между позвоночником и между грудной клеткой. И вот человек не знает, как поступить, что делать. Здесь традиционно мы скажем, согласно восточной медицины, обратите внимание на состояние внутренних меридианов человека. Это самое важное при диагностике 12 меридианов. Именно внутреннее состояние всех 12 меридианов, они отражают, что всеразличные боли, которые внутри, которые мы не можем, скажем так, никак понять, либо почувствовать, скажем так, на каком-то уровне. На физическом мы можем почувствовать, что это боль. А вот откуда она произошла? Что это болит? Здесь очень много нюансов, которые нужно знать. Прежде всего, это состояние позвоночного столба. Всеразличные виды проявления стихандроза. Межреберная невральгия. Ну и, конечно же, немаловажно знать, что болезни внутренних органов напрямую могут давать боли с задней поверхности груди, простите, и лопаток. Почему? Ответ. Потому что на меридиане мочевого пузыря, который вы видите, изображен у нас, здесь проходят точки ШУ. Что это за точки ШУ? Это точки успеха. Либо точки, с которых можно отвести избыточную энергию. Вот избыточная энергия негативная скопилась, простите, допустим, с меридиана сердца, либо с органа сердца. С меридиана желудка, либо с органа желудка. С меридиана легких. Здесь точки ШУ полностью простираются вдоль меридиана мочевого пузыря. И что? Эта энергия не может выйти. Вследствие чего? Блок. Вследствие чего? Боль. Болезненность в области груди и лопаток. Человек лечит одно, всего лишь навсего нужно что? Не залечить эту боль, а выпустить вот ту, скажем так, энергию. Это как в ванне помылся человек, и грязная вода, чтобы вышла с ванны. И надо что? Пробку открыть, все равно все, и вода выйдет. То же самое здесь нужно с одной из точек ШУ, которая более болезненная при пальпации. Это диагностика внутренних органов. Что? Пробочку открыть, и водичка выйдет оттуда вся негативная, и унесет ту боль, болезненность. И это негативное состояние болезни. Все скажут, вот у вас элементарно просто. Нет, не элементарно просто. Необходимо, прежде всего, провести диагностику 12 меридианов, увидеть картину общую, посмотреть, в каком состоянии ини-янь, посмотреть, в каком состоянии органы, проконсультировать человека очень грамотно в плане том, что, а какие были заболевания внутренних органов, и как они, что провоцируют человека, и не только. И с помощью точки В11-ДАДЖУ мы можем помочь, что? Расслабить эту избыточную боль, которая появляется на задней поверхности груди и лопаток. Но мы можем помочь на первом этапе, а на втором этапе, уважаемые зрители, вы все-таки должны дать ответ, откуда эта боль, болезненность пришла в задней поверхности груди и лопаток. Тут уже более глубокая консультация нужна, ну а на первых порах точка В11-ДАДЖУ вам в помощь. Данную точку рекомендую. Раз, два, бля. Спасибо за внимание.